Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Заполнять стадионы нужно детьми. Идею Василий Голубев подал президенту на совете по подготовке к Мундиалю. Мальчик или девочка в возрасте лет до 12 могут со взрослым человеком приходить бесплатно или по льготной цене. Встань пограничником. Военно-патриотическая акция ФСБ, приглашающая вузы службы госбезопасности, стартовала в Целине. Хочу поступать, чтобы родину защищать, чтобы мать не боялась дома. Доктор Лошадь. Удивительные результаты ипотерапии детей с ограничениями здоровья. Научилась прыгать. Это у нас вообще прорыв. Василий Голубев представил Владимиру Путину главные донские объекты Чемпионата мира по футболу – Ростов-Арену и аэропорт Платов. Презентационная выставка городов-участников была устроена в Москве перед совместным заседанием Совета по спорту и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018» под руководством президента, где говорили о подготовке к чемпионату. Основная тема совета – готовность объектов. И если в целом отставания, пусть незначительные, есть, стадион и аэропорт Ростовской области график строительства опережают. Открыть плата в губернатор пригласил президента. Второй важный вопрос – использование стадионов после чемпионата. Владимир Путин напомнил, такие крупные соревнования проводятся в первую очередь на будущее. Привлечение внимания людей, молодежи, прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни. Эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры. Здесь целесообразно использовать опыт подготовки юных хоккеистов в сочинском Сириусе и предусмотреть создание в регионах, принимающих матчи чемпионата, всероссийских детских футбольных центров. Инфраструктура-то будет готова. Ростовская область к этому готова, заверил Василий Голубев. ДОН начинает подготовку футболистов со школы. У нас в стране в школах третий урок может выбирать сам регион. Вот в Ростовской области третьим уроком с прошлого года стал футбол. В него играют и мальчишки, и девчонки, и одинаково заинтересованы, особенно в возрасте 10-13 лет. И эти же дети могли бы активнее ходить на матчи и заполнять стадионы после чемпионата. Будь доступнее билеты. Мальчик или девочка в возрасте лет до 12 могут со взрослым человеком приходить бесплатно или по льготной цене. Но при предъявлении паспорта родителям, которые их сопровождают. Это даст возможность значительному количеству детей приходить на наши стадионы. Такую практику в регионе попробуют запустить после чемпионата мира. Тепло растекается по региону. К первым пяти районам, запустившим отопление, добавились еще пять. Верхнедонской, Матвеево-Курганский, Мартыновский, Родионово-Несвятайский и город Донецк. Уже греются пациенты 60 больниц и поликлиник. Воспитанники полутора сотен детсадов, ученики 136 школ. Единая форма разрешения на снос деревьев на улицах и в парках утверждена сегодня на заседании областного правительства. Выдача разрешений на замену зеленых насаждений, как и раньше, остается в полномочиях муниципалитетов. Но теперь обязательный акт оценки состояния деревьев и план схемы территории с указанием зеленых насаждений, которые планируют сохранить или пересадить, обрезать или убрать. Важным условием будет обязанность участия граждан и общественных объединений в процедуре оценки состояния зеленых насаждений. Раньше она носила некомендательный характер, а теперь это будет обязанность. При ликвидации аварийно опасных деревьев в разрешении на снос должны быть фото или видео, подтверждающие плохое состояние. Несение этих изменений позволит избежать нарушений при выдаче разрешений и вырубке здоровья деревьев. Объединить усилия всех ведомств для благоустройства реки Тимирник решено на совещании в Ростове под руководством первого зама губернатора. Протяженность Тимирника 35 километров. Половина русла проходит по территории Ростова. На сегодня расчищено 6,5 километров. Сейчас идет инвентаризация мест выброса как по городу Ростову, так и по Оксайскому и Мясняховскому району. Первая работа, которая будет сделана, это максимально произвести очистку тех мест, откуда идет выброс воды, выброс стоков. Собственников земель, загрязняющих реку неочищенными стоками, накажут. Полная инвентаризация и дорожная карта реабилитации Тимирника должна быть готова к ноябрьскому заседанию правительства. Под это будет подводиться финансирование, под это будет заводиться программа по экологии. И работам будет дан старт 22 ноября на правительстве Ростовской области. Проект экологической реабилитации реки Тимирник планируют реализовать за 5 лет. Профессию защитник Родины можно получить в лучших пограничных вузах России. В год столетия службы госбезопасности по стране проводятся военно-патриотические акции, призывающие стать профессиональными пограничниками. В Ростовской области первым по маршруту стал райцентр «Целина». В хриплых звуках с трудом угадывается старинный русский вальс Китлера ожидания. Заводить патефон в обязанности медсестры не входит, но сегодня все это экспозиция. Реконструктор Марина Шереметьева готова рассказывать и военно-полевой хирургии времен Первой мировой войны, и даже показывать, с каким оружием шли в бой Великую Отечественную. Это ППШ, по-другому пистолет, пулемет Шпагина. Он очень универсальный в использовании, то есть, допустим, мы используем его на реконструкциях, в бою управляет он себя очень хорошо, то есть он не засоряется. Получив высшее юридическое, Марина готовится к поступлению в Голицынский пограничный институт ФСБ России. Каждый год служба безопасности проводит такие военно-патриотические акции. Кроме Голицынского, здесь представлены еще шесть пограничных вузов страны, от Калининградского до Хабаровского. Мы информируем в ходе таких акций школьников, молодежь, о том, что такое пограничная служба, в каких условиях сегодня она несется, где и как готовятся будущие пограничники. Молодой человек, он должен быть, во-первых, патриотом своей страны, своего государства, он должен приять сам для себя решение, то, что он хочет служить именно нашему народу. Выпускники-пограничники сразу трудоустраиваются. Выбор большой. Городские подразделения пограничного контроля в аэропортах и на вокзалах и пограничная охрана по периметру госграницы. Куда пойти, 11-классник Антон Супранов пока не решил, но точно знает, это будет военный вуз. Я хочу поступать, чтобы родину защищать, чтобы мать не боялась дома, что думала, что защищает родину, все, под защитой находится. Сегодня важно и вспомнить ветеранов-пограничников. В Целине акция только стартовала. За неделю она объедет семь городов области и финиширует в Ростове. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Дон-24, Целинский район. Лучшие педагоги Донской столицы награждены к профессиональному празднику. Городоначальник вручил им благодарственные письма и знак отличия за заслуги перед городом Ростовом-на-Дону. Виталий Кушнарев отметил большой вклад ростовских учителей в отечественное образование. 36-я и 45-я гимназии лицеи номер 1 и 27 вошли в топ-500 России. Задача городской власти ликвидировать в школах вторую смену. Новую школу запустили 115-ю в районе Левенцовка и будем продолжать дальше. У нас в планах строительство трех новых школ, современных новых школ в микрорайоне Суворовский. Мы заложим первый камень уже в этом месяце, в октябре месяце. И далее будем строить школу в микрорайоне Красный Оксай и в Левенцовке. Еще одну. Тем самым до 2020 года мы три новых школы еще планируем ввести в эксплуатацию. На модернизацию учебного процесса в этом году город выделил 9 миллиардов рублей. Выравнивается осанка, выговариваются новые слова, повышается выносливость. Всего этого дети с ограничениями здоровья добиваются многолетними занятиями. А тут всего за месяц катания на лошадях. Завершается пилотный проект медиков, иппотерапевтов и ЮФУ для десятерых ребят. Результаты просто поражают. Команда простая, но уже пополнение словарного запаса. Юле три года, восемь месяцев. У нее органическое поражение центральной нервной системы. Еще месяц назад девочка едва выговаривала два десятка коротких слов. Мама, дай. А сейчас произносит такие, как фараон, яблоко, кошка. Повысилась выносливость. Раньше с трудом выдерживала получасовую прогулку. А теперь легко гуляет на улице два часа. Научилась прыгать. Это у нас вообще прорыв. Нас сама не ожидала. У нее ножки начнут отрываться. Она прям смеялась на весь этот центр, где мы занимаемся. Прям хуго-то было. Прыгала, прыгала, прыгала. Дети у нас выравнивают осаночку. Очень уверенно начинают себя чувствовать. Потому что лошадь, животное это большое. Они-то не знают, что оно пугливое такое очень животное. И когда дети у нас приобретают возможность ехать самому, далее управлять этим большим животным, у него происходит смена картин, смена образов. И большинство страхов просто исчезают, уходят. Работают ипотерапевты только под присмотром врачей. До старта проекта всех детей обследовали. За месяц доктора отмечают резкий скачок и напоминают. Ипотерапию рекомендовал еще основоположник современной медицины. Еще, наверное, Гиппократ писал в свои времена, что люди раненые, которые находятся на коне, у них быстрее заживают раны. В 1953 году я просто читала ипотерапии много, и раньше вылечила себя датчанкой от полиомиелита. Но это было все пока по литературе, по словам. А теперь в реальности с научным подходом. Недавно на базе ЮФУ создали площадку для обучения специалистов по адаптивной верховой езде. Учат и лошадей, тестируют с волонтерами и развивают стрессоустойчивость. Лошадку мы полностью готовим к таким крикам, к шуршаниям. Скажем так, мы там пакетики вешаем, воздушные шарики, цветочки. Звуки мы создаем искусственно с помощью музыкальных инструментов, таких как бубен, колокольчик. Иногда к нам приходят ребята с гитарой. Этот конь-максимус подходит для работы с детьми не только по темпераменту, но и физиологически. Его широкий круг позволяет положить ребенка. А еще детям нравится то, что температура тела лошадей на полтора-два градуса выше, и можно погреть руки. Походка лошади идентична шагам человека. И инвалидам-колясочникам животное как бы заменяет ноги. Мышцы вспоминают, как ходить или учатся незнакомым движениям. Эта программа внесена в проект «Здоровье детям» депутатам Госдумы Юрием Кобзевым, что дает возможность поднять наработки на федеральный уровень и сделать ипотерапию частью реабилитации на законных основаниях с оплатой из бюджета. Олеся Слынько, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова